Всем привет, мои хорошие! С вами Акеймери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я сегодня просто выгляжу как бомжиха, а все это связано с чем? С чем? Минуточку. Я подвернула ногу. Я сначала подумала, что я ее сломала на ровном месте, представляете? Такое может произойти только со мной. Значит, у нас сегодня сосиски в лаваше. Они обжарены и без лаваша, и с лавашом. Я давно снимала подобное видео. Это очень-очень вкусно. И салат. Салат с брокколями. Обалденный. Просто здесь очень много. Не знаю, смогу ли я съесть или нет. Здесь сыр, капуста, оливковое масло. Я очень люблю брокколи. Еще плюс, это очень-очень полезно. Как в прошлом видео я вообще опозорилась, ребята. Я сама не заметила, как я запила. Снимаю вроде не запивай челлендж, а сама сижу и пью. Это реально. Это что такое? Где моя голова? Люблю я сосиски. Колбаса. Давайте вот так вот покажу вам. В общем, все офигенно. Если не считать то, что я подвернула ногу. И, скорее всего, несколько дней буду дома. Не буду ходить никуда. К врачу я еще не обращалась, но чувствует мое сердце, что что-то серьезное. Прямо я не могу ее ставить на пол. В инстаграме вы, наверное, в курсе. Кто подписан. Какое сочетание продуктов. Так вот, так как я дома, скорее всего, буду выкладывать вам по два видео в день. Вот что мне делать дома? Кушать, монтировать, закидывать. А я, кстати, никогда в жизни ничего не ломала. И для меня, с одной стороны, это немножко удивительно, что на пустом месте, просто на каблуках я была. И вдруг так получилось, что когда я спускалась по лестнице, ну, короче, я подвернула ногу. Я не знаю, как это объяснить. И знаете, так не вовремя, в этот день, в сегодняшний день. Было столько планов, столько по работе встреч. А я ничего, ничего не смогла сделать. Один раз я помню, что упала я с велосипеда из горы. Как это получилось? Не поверите. У нас были велосипеды. У брата был скоростной, у меня был какой-то доисторический. Не знаю, почему была такая несправедливость, но да ладно. Я, он и наша двоюродная сестра решили ехать на гору. И что произошло? Я вроде ехать не собиралась. Я говорю, что мне не хватает дома? Дома компьютер, все дела. Вот нафига мне ехать на гору? Вот зачем? Вот какая цель этого? У меня брат начал, знаете, так подкалывать меня. Он говорит, вот ты вечно, говорит, всего боишься. Вечно ты сидишь дома. Втроем будет веселее. Давайте поедем. Мне было 10-12 лет. И мы поехали. Слушайте историю. Поднялись мы на самую гору. А теперь я не знаю, как спускаться. Я спрашиваю у брата, а как мы спускаться-то будем? Он говорит, да ничего, садишься на велик и спускаешься с горы. Он, оказывается, это пошутил, а я подумала, что это всерьез. То есть, представьте, вот такая вот гора. Я здесь и спускаюсь на велике. Они с двоюродной сестрой пошли на самый верх, а я решила спускаться. И спускаться на велосипеде. Как вы думаете, что со мной произошло? Фарш. Получилось, что с горы я еду на велосипеде со скоростью 250 км в час. А потом у подножия горы была яма. И получается, что я с великом прямо в эту яму. И потом такой вот трамплин, как, знаете, в мультиках. И вот три раза перекрутилась в воздухе и упала на пол просто. У меня брат, когда увидел, сначала такой, испугался, уйдать. И вы знаете, почему он испугался? Не потому, что вдруг у меня сестра умрет. Нет. Что скажут родители? В общем, я хорошенько упала. Вот как надо. Но хорошо, что не головой. Просто, ну как сосиска, вот так вот. Сейчас вам покажу. Значит, в воздухе я так, вот так вот еду с горы. Не самый лучший пример. Ну да ладно, еду с горы, еду. И вот получается, что здесь яма. И вот такая вот яма, и вот такой вот трамплин. И я вот три раза. Вот так вот и упала. Причем упала не головой, а вот так вот. Ох, как я себя чувствовала в этот момент. Сначала брат испугался, прибежал такой, как ты, ты живая, живая. И я такая, да, просто спина болит. И когда брат увидел, что я жива и все нормально, но не совсем все нормально, сейчас дальше покажу, покажу, расскажу. Он начал просто смеяться. Он говорит, что ты так смешно летела, три раза перевернулась сальто. Ты прям как Джеки Чан. Ну вот реально, сердцем я не хотела ехать на эту гору. Как будто я чувствовала какую-то беду. Мы пришли домой, и я увидела у себя на плечах огромную просто царапину. И прямо оттуда шла кровь. Я просто не хотела, что моего брата ругали. Из-за этого я не рассказала родителям. Но мне нужна была сурочная госпитализация. Потому что потом были осложнения. В общем, из этой ранки шла кровь. И постоянно вот эта кофта, она прилипала. Кофта постоянно прилипала к коже, потому что оттуда шел гной. Конечно, не к столу это все. Но реально была ужасная ситуация, которую я до сих пор не рассказала родителям. Утром, как только вставала, сразу меняла футболку. Быстренько ее стирала, чтобы родители не узнали, не поругали моего брата. А он мне за это покупал покушать. Приносил какие-то вкусности. Как взятка. То есть, по идее... Брат не был виноват в этом. Кто мне сказал, что залезай на велосипед и езжай с горы? Просто, когда я спросила у брата, он сказал, что да вот на велосипеде, как мы поднимаемся, так же и спускаться будет. Я скажу правду. Он говорит, да, очень быстро получается спуститься. Брокколи можно вот так вот подметать, ребят. Вот так вот. Как же вкусно, ребята! Как же это! Сегодня постараюсь вам выложить два видео. А может, даже и трем. Если вы поможете мне добить 100 тысяч подписчиков, в эту же секунду я выкладываю новые видео. Поэтому, ребята, кому не сложно, подпишитесь, пожалуйста. Я реально очень жду этого момента, когда у меня на канале будет 100 тысяч подписчиков. Как же вкусно! Как же это вкусно! Совсем забыла! Мама из меня тоже сделала этот салат. Ссылочка на салат будет в инфобоксе. У мамы есть кулинарный канал. У моей мамы есть кулинарный канал, на котором мы выложим рецепт этого салата. Сегодня бабушка впервые поела брокколи. И она сказала, что это очень вкусно. Давайте поотвечаю на ваши интересные вопросы, которые вы задали мне в инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет в инфобоксе. Я там снимаю танцы и так далее. В общем, такой вопрос. Как ты относишься к хейтерам? Ник такой непонятный. Боюсь назвать как-то неправильно. В общем, к хейтерам я отношусь нормально. Я считаю, что у меня минимальное количество хейтеров. То есть очень мало можно увидеть плохих комментариев на моем канале и вообще людей, которые меня ненавидят. Но они все-таки есть. И мне кажется, это неизбежно. То есть не может быть такого, что человек нравится всем. Я тоже такой человек. Я, правда, не пишу что-то плохое. Я просто не смотрю этого человека, который мне не нравится. Может быть, это связано с тем, что я блокирую хейтеров. Одна девочка написала под... Сначала под моим видео писала «Куча грязи». Потом под видео Марины писала. Я видела ее комментарии. Просто человек излучает злом. И она написала под видео моей мамы, что «Ой, господи, какие жирные руки! Интересно, какое у вас жирное тело!» И до меня не доходят такие люди, которые могут так оскорблять маму чью-то. Ну ладно меня, да, но чью-то маму. Вот я не понимаю людей, которые оскорбляют, во-первых, детей. Например, какой-то блогер показывает своего ребенка. И тут какие-то оскорбления про детей. Ну нельзя так говорить, реально. Или же маму. Потому что, согласитесь, самое дорогое для каждого человека – это его мама. Но если ты уважаешь свою маму, ты не должен оскорблять чужих мам. То есть настолько неприятно было после этого комментария. Вот как не блокировать такого человека? Проблема в том, что после того, как ты блокируешь человека, он тебя смотрит с других профилей. То есть она пишет, вот, говорит, ты меня заблокировала, а я, говорит, новый профиль открыла. Или без профиля тебя смотрю. Если человек говорит какую-то конструктивную критику, то я не обижаюсь. Например, ты криво накрасила стрелки. Или задний план не очень. Или как-то неинтересно получилось в этом видео. Я абсолютно не обижаюсь на таких людей. А когда человек просто на пустом месте начинает оскорблять тебе родного человека, ты не можешь это оставить просто так. Вот именно поэтому у меня в инстаграме закрытые комментарии. Потому что никто не заходит в видео и не читает комментарии под моими видео. У меня их очень много. Ну, когда мой папа или мой брат подписан на мой инстаграм и читает что-то неприятное, это очень задевает. И, например, мой парень. У него вообще такая классная черта есть. Он всегда говорит, что если ты, например, не дружишь с этим человеком, ну, к примеру, да, значит, этот человек и мой враг тоже. То есть мы должны быть, он всегда говорит, как одна команда. И вот такая вот сплоченность меня очень честно привлекает в нем. То есть он не считает, что твои проблемы, твои отношения, это твои отношения. Мои отношения, это мое дело. Хотя я ему не говорила, что вот этот человек меня обидел, давай ты тоже будешь его ненавидеть. Последний, реально, вкуснятина. Салатик какой. Обязательно переходите в инфобоксе. Смотрите рецепт. Вкусно просто очень. А на этом все. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Пожалуйста, помогите мне добить 100 тысяч. Я буду вам очень благодарна. Кому не жалко, подписывайтесь. Потом отпишитесь, когда будет больше 100 тысяч. В общем, как-то так. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока.